Одним из защитников детей, омбудсмена, можно сказать, на общественных началах, но уже официально стал Эдгард Запашный. Знаменитый дрессировщик хищников на один день приехал в Челябинск для участия в форуме «Южный Урал. Россия. Бессирот». Сегодня Эдгард Вольтерович, гость студии канала «Россия-24. Южный Урал». Здравствуйте. Здравствуйте. Почему именно наш город был выбран для визита? С уважением отношусь к вашему городу. Не первый раз нахожусь и с гастролями приезжал. И даже ходил когда-то здесь в школу, будучи на гастролях вместе со своими родителями. Поэтому, когда мне поступило предложение принять участие в форуме по защите детей, конечно, я согласился и с большой радостью приехал сюда. А у вас личный интерес к проблемам детей-сирот или других детей с особенностями в развитии, например, давно ли возник? Ну, здесь вы меня вынуждаете просто-напросто похвастаться. Дело в том, что слово «благотворительность» в буквальном смысле слова присутствует в моей жизни постоянно и уже много лет. И я и мой брат достаточно много времени и средств тратим на то, чтобы помогать людям и, в частности, конечно, детям. Но здесь уже все это принимает более официальный статус. И, конечно, захотелось принять участие уже в виде, так сказать, не просто какой-то частной инициативы, а уже на самых высоких уровнях. Так что говорить о том, что заниматься детьми полезно или не полезно, неправильно. Нужно. Нужно. Это то, что сегодня действительно беспокоит нашу страну. Это то, что во многом сегодня беспокоит и мир. И у нас есть вопросы, по которым мы спорим и не соглашаемся друг с другом. Я имею в виду вопрос сейчас о приюте детей за рубежом. Так что работа должна идти, ее много и ей надо заниматься. Наш омбудсмен детский Челябинской области Маргарита Павлова, которая вас сегодня встречала и, я думаю, весь день сопровождала, она сказала, что все-таки внимания чиновников и в Челябинской области в том числе, ну, недостаточно его. Вы дрессировщик животных. И не поэтому ли вы заинтересовали Павлова Астахова, ну, может быть, и в силу характера? Ведь, наверное, приходится иногда именно достучаться с помощью каких-то, возможно, личных связей. Ну, конечно, господин Астахов знает силу моего и моего брата характер о том, что мы умеем быть твердыми в своих словах и мы умеем вести дела, так сказать, если мы за них уже взялись. Я имею в виду даже отстаивать какую-то свою позицию или стучаться в те кабинеты, в которые трудно стучаться. Дальше официально, конечно, мы являемся еще и доверенными лицами Владимира Владимировича Путина, что во многом обязывает чиновников слушать нас, принимать нас, общаться и в какой-то степени даже бояться. И, наверное, все это правильно, потому что те люди, которые просто прикипают к своим креслам, они нуждаются иногда в тряске, в стряске, тем более от тех людей работа, от которых не зависит у них. То есть я могу говорить любому чиновнику все, что думаю о нем, о его работе, критиковать, и они это прекрасно понимают. Что касается нехватки внимания, то раз существует проблема, значит, есть недоработки. И говорить о том, что там не хватает внимания или денег, или просто времени даже еще не хватило, конечно, приходится. Для этого и привлекаются новые общественные работники, которые должны расширять сеть влияния, сеть контроля. И вот тот форум, который сейчас проходит в Челябинске, ну, надеюсь, даст движение хотя бы на следующий будущий год. Я уже слышала и знаю о том, что вы сегодня выступили с инициативой личной поддержки Росгосцирком особенных детей. Пока вы об этом сказали вкратце, об этом мало кто знает. Я хотела бы лично вас попросить рассказать, на что будет направлена инициатива. Сегодня на форуме присутствовали люди, занимающиеся этой проблемой более 50 регионов нашей страны. И я напомнил им, что фактически во всех наших крупных городах, а их более 40, находятся цирки. И все они централизованы. И посетив сегодня один из детских домов, где содержатся, держатся, принимаются так называемые солнечные дети с синдромом Дауна, я, например, услышал от родителей, что дети фактически не имеют возможности общаться с животными, видеть. Если в некоторых городах и не существует зоопарка, то уж тем более. Потому что к ним в эти учреждения привозить, например, зверей нельзя. И я предложил, почему бы не наладить официальный контакт с главой компании Росгосцирк и заключить, может быть, такой контракт по работе и в качестве благотворительности предоставлять бесплатные места. Раз. Второе. Допускать детей до контакта с животными в тренировочное время. Это всё, мне кажется, увеличит желание детей жить, в конце концов. Потому что, если говорить про проблемы всех детей, это и клинические заболевания, это и инвалидность, это и дети-сироты. Конечно, они взрослеют гораздо быстрее. И жизнь для многих из них – это в буквальном смысле слова испытание. И если мы будем дарить им радость в форме общения с животными или постоянного контакта с весёлыми людьми, с клоунами, когда они будут видеть на примерах других детей, в цирке достаточно часто работают дети, их возрастов, будут видеть, что есть результаты, к которым пришли их одноклассники по возрасту, то и они начнут задумываться о том, что надо что-то делать. И, наверное, благодаря большой работе в нашей стране сейчас наша олимпийская сборная в буквальном смысле слова разорвала все возможные результаты. То есть люди даже с ограниченными возможностями порой опережают наши ожидания. Я предлагаю закончить наше интервью ещё одной темой, основной вашей профессией. Вы уже заговорили как раз о цирке и о животных, и вы Челябинский цирк в этот раз вновь посетили. Что-то в нём изменилось? Каковы впечатления? Ну, к сожалению, если изменилось, то только не в лучшую сторону, потому что факт, остаётся фактом, уже более 30 лет цирк стоит на одном из лучших мест в городе, и столько же лет он капитально не ремонтировался. Меняются директора, и в данный момент там даже нет директора, там есть исполняющие обязанности. Конечно, он не соответствует нормам сегодня, прежде всего этическим. Конечно, те места, сидения в зале, которым уже более 30 лет, они уже не только морально, но и физически устарели. Но цирк по-прежнему посещает более 200 тысяч зрителей в год. Это говорит о том, что как искусство цирк пользуется успехом. И надо сделать всё для того, чтобы не только детям, но и всей семье, а цирк – это искусство для семейного просмотра, было комфортно. Поэтому мы сегодня с министром культуры Челябинской области посетили цирк, договорились о встрече с руководителем компании «Росгосцирк». И я думаю, что это тоже сдвинется. Обо всём об этом слышал и губернатор, и его заместители, и они тоже заинтересованы в том, чтобы навести порядок в Челябинском цирке. Потому что Челябинский цирк, он не только один из самых больших цирков в нашей стране, но и цирк, который мы всегда уважали. Он действительно находится на суперместе, он действительно никогда не обходил вниманием ведущих артистов цирка. И то уважение к городу, которое у нас у всех есть, оно только влечёт, чтобы мы сюда приезжали и работали. Я вас благодарю за то, что вы нашли время и приехали к нам в студию. А для зрителей я напомню, гостем в студии канала «Россия-24» был член жюри медиафорума «Южный Урал. Россия Бессирот», участник самого форума и помощник уполномоченного по правам ребёнка России Эдгард Запашный. Редактор субтитров А.Семкин